Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! А почему вопрос правильного питания решается на федеральном уровне? Неужели мы, регионы, так неграмотны в вопросах еды? Сохранение и укрепление здоровья всегда были государственными задачами. Сейчас особое внимание государство уделяет профилактике заболеваний, обусловленных неполноценным, несбалансированным питанием. Профилактике элементарно-зависимых заболеваний, такие как сахарный диабет и ожирение. Ежегодные анализы и оценка продолжительности жизни заболеваемости используются при организации федеральных программ и региональных программ. Сегодня в рамках национального проекта «Демография» стоит задача по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. В проекте обозначено, что для каждого, для каждой группы населения будет разработана своя программа. Давайте начнем с детей. Какие ошибки допускают родители и чего недополучают малыши? Ну, здесь речь в первую очередь идет о питании в организованных коллективах, в школах. Все-таки основную часть времени дети наши посещают организованные коллективы, и поэтому очень важно организовать питание детей, чтобы оно было сбалансированным, рациональным. Если всегда служба Роспотребнадзора следила за тем, чтобы питание было безопасным, то сейчас акценты расставлены на том, что питание было здоровым и полезным. Если раньше при отборе проб пищевых продуктов и лабораторных исследований определялись нормированные показатели безопасности и по фальсификации, то сегодня акцент на том, что полезного есть в данном продукте, какая ценность продукта, есть ли там вещества, способствующие устранению макро- и микронутриентной недостаточности, достаточно ли там белка, правильное ли соотношение с углеводами. Ну а одна из самых уязвимых категорий – это пожилые люди. Какие сейчас есть проблемы в их питании и найдены ли решения? Одной из наиболее распространённых проблем при введении пожилых пациентов является неполноценное питание, которое характерно практически для всех категорий людей старшего поколения, особенно проживающих самостоятельно. Например, наиболее часто наблюдается низкий уровень потребления белка. Низкое потребление белка и снижение физической активности способствуют потере мышечной массы и накоплению жировой ткани, что провоцирует дополнительные проблемы со здоровьем. Здесь, соответственно, уделяется внимание образовательным просветительским программам. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для группы населения. Мы доводим информацию через памятки, брошюры, через социальные, медицинские учреждения, интернет-ресурсы. Ну а сейчас давайте вернёмся к теме детей. Будучи мамам в женских консультациях, будут помогать корректировать меню? Конечно, уделяется особое внимание питанию женщин не только во время беременности, но и в период лактации, кормления ребёнка. По данным опросов, значительная часть, до 40% беременных женщин и кормящих матерей до 4-5 раз в неделю используют в питании колбасные изделия. Не менее 3 раз в неделю беременные женщины употребляют острые блюда, солёные, копчёные продукты. При этом своё питание расценивают как рациональное. Для всех характерно редкое включение в питание рыбы. Не получают регулярные овощи и фрукты. Дефицит витаминов среди беременных и кормящих обнаруживается у женщин вне зависимости от сезона года и места проживания. А для спортсменов тоже разработаны рекомендации? Ведь эти люди о правильном питании должны знать всё. Но на что советуют обратить внимание активным людям? Нужно понимать, что физиологические процессы и реакции в организме осуществляются путём расходования энергии. Основное правило для спортсменов – это обеспечение энергетического равновесия. При употреблении энергии с пищей должно соответствовать энергетическим тратам. Люди, даже выполняющие физические упражнения, должны помнить, что водный баланс поддерживается при употреблении и выводе из организма равных количествах воды. Ну а как будут контролировать внедрение программ правильного питания? Следует отметить, что органы контролируют прежде всего соблюдение обязательных требований, соблюдение рекомендаций, дело добровольное. Мы несем только просветительскую функцию. Что касается организации питания в организованных коллективах, то здесь, конечно, остаются плановые и внеплановые проверки при наличии на то основания. Ну что ж, благодарю вас за комментарий и всего доброго.